Приветствую, дамы и господа, добро пожаловать на канал Арчпанзер, где мы продолжаем играть в Disciples Liberation. Напомню, что в прошлой серии мы закончили с демонической локацией и по комментариям. На самом деле, комментариев было не так много по поводу выбора следующей, но всё-таки несколько человек проголосовало именно за нежить. Поэтому к нежити мы и отправимся. Ну и сам я, честно сказать, к нежити хотел, поэтому туда мы и пойдём. Также по поводу выбора класса. Ну хотя нет, не буду забегать вперёд. Так, обучить спутников. Давайте мы Ориона тоже до 17-го прокачаем. Ноэми суженая батарезона. Ты как спутница считаешься? А, нет, это спутники и особые бойцы, окей. Так-так-так, изучить заклинания. Ничего нам здесь не надо, всё изучено. Собрать ресурс, собрали, перераспределить способности. Не хочу пока что встретиться со спутниками. Ну давайте поговорим. Давайте с баталий начнём. Мне приятно видеть, что Ильян становится твоим домом. С тобой мы сильнее. Баталь одобрительно ворчит. Но мы с тобой в определённом смысле похожи. Мы дуреем, когда нам нечем заняться. Ты собираешься сковать меня? Нет. Нет. Я собираюсь повысить тебя, баталь безродный. Ильян нуждается в генерале, который оберегал бы его. И я хочу сделать этим генералом тебя. О-о-о. А у меня есть выбор? Конечно, есть. Он думает, шумно дыша через нос, словно прилив воздуха к мозгу, поможет ему принять решение. Я принимаю. Я твой генерал. Я буду чтить это повышение Ильянское. Ну баталь, на самом деле, неплохой генерал-то должен получиться. С его-то опытом сражения. Правда, непонятно, как он людьми будет командовать. Ну да ладно. В Сиролесе. Бывал, мы отправляемся в Сиролесе, чтобы заключить союз с пробуждёнными. Там, где мёртвые воины восстают, чтобы сражаться снова. Нас ждёт битва. Так, про эльфов чё-нибудь слышал? Земля, где пепел холоден и падает из облаков. Я о ней слышал. По описанию, это место хуже Хеля. Ты как вообще? Мне интересно, как ты? Мы через многое прошли. Хозяин пал от моей руки. Но демоны всё ещё живы. Они сковывают тех, кого можно сковать. Ладно, счастливо. Крисандра. Баталь просто невероятен. Стоит только послушать рассказы о его довоенной жизни. Этот человек, прошедший сквозь пламя и выстоявший. Постой, тебе удалось разговорить, Баталя? Да, по-своему. Он живое доказательство того, что всё... Все могут выстоять. Что испытания, неспосланные Невендару, были не напрасны. Вам двоим стоит сойтись. Ваши отношения уже давно не тайны. Не упусти его. О, не была уверена, что ты об этом думаешь. Мы на грани величайшей войны в истории Невендара. Если у тебя есть возможность показать кому-то свою любовь, хватайся за неё. Вот так вот. Ладно. Говорим позже, Корисандра. Эх, Корисандра, Корисандра. Так, а у тебя ещё какой-то... Думаю, в усоренном отличном палате. Это тот низкоросло с маленьким клинком? А ты очень наблюдательный, Баталь. Так, ещё что-то есть. Мне интересно, что ты думаешь о Корисандре. Вы двое проводите много времени вместе. Жрица. Она заботится о моих ранах, о моей душе. Это слово для меня ничего не значит. Но для неё оно значит очень многое. Оставь её в покое. Да нет, ладно. Очевидно, она тебя интересует. И как по мне, это замечательно. Тебе стоит как-то дать ей знать об этом. Подарок? Да, подарок. Что ж с вами такое-то? Ты добыла достаточно железа, чтобы вооружить 10 легионов. Наши кузни накормлены досы-то ильянская. Ещё увидимся. Корисандра слушает. Она слышит слова между словами. Большинство жриц таковы. Наверное, именно поэтому она так хорошо тебя понимает. Так, всё, наговорились. Батали сделал кое-что очень странное. Он оставил в моей двери мёртвое животное и записку. Почерк у него тот ещё, но мне кажется, это любовное письмо. Мёртвое животное? Не совсем то, о чём я думал, оно сойдёт. Что? А так ничего. Эх, ладно. Так, Орион. Ты знала, что у нас были они, есть библиотека. И я зарылся в неё по уши. Изучаю эпохи Невендара. Кто бы знал, что из меня выйдет учёный. Ладно. Ещё что-нибудь есть? Если я верно понял древний текст, история Невендара насчитывает 9 эпох. Плюс одну утраченную эпоху, в которую и был построен этот город. Ещё что-то. Я как раз читал об эпохе Нирингара. Первой эпохе Бетерезен создал Невендар вместе с другими богами. На самом деле Невендар переводится как «священный». Интересно, правда? Да, интересно. Есть ещё что-нибудь? Считается, что вторая эпоха носила название Хойлин тот, что означает «нисхождение». Но на самом деле это третья эпоха, а вторая и есть та самая утраченная. Интересную вещь рассказываешь. Во время третьей эпохи, эпохи Болтагана, ярость Бетерезена породила демонов. Но демоны, которых мы знаем, лишь их физические оболочки. Их души намного старше. Я только что прочёл свиток, в котором говорится, что четвёртая эпоха носила название эпохи Диссидия. Хоть она и длилась тысячи лет, известна она, пожалуй, лишь благодаря смерти Боттана и Солониэль. Я отыскал в библиотеке свиток, на котором, похоже, записан рецепт Эля. Я уже повысил одного из солдат до старшего Эля Дела. И не говори, что такого слова не существует. Красава. Эй, авиа. Всё? Советник Орик вашим услугам. Давай на карту взглянем. Мы отправляемся в Белые земли к эльфам или в Сиролесье. Давай к нежити. Ну, хочу к нежити. Так вот оно какое, Сиролесье. Пожалуй, в нём есть какой-то шарм. Вы оглядываете пузырящееся болото и вздыхаете. Смрад падали, окутывающий лес. Вот уж действительно шарм. Так тихо. Большинство глупцов, которые сюда заходят, не протягивают и нескольких минут. И хорошо ещё, если остаётся лежать в земле. Будь начеку, если услышишь или увидишь движение. Визжать, как резаны, и бежать к деревьям. Я хотела сказать, подай знак. Визжать и убегать. Чем не знак? Итак, вуаль хочет нашей смерти. А пробуждённые хотят смерти вуали. Мы созданы друг для друга. Нужно только найти их предводителя и убедить его выслушать нас. И не сожрать. И это тоже. Вам предстоит выбрать новый класс для авианы. Класс влияет на способности, которые будут доступны для изучения, а также на виды оружия, которые можно использовать в бою. Выберите класс, который больше всего подходит вашему стилю игры. Помните, что вы всегда можете сменить класс и перераспределить очки способностей в алиане. Поэтому не ограничивайте себя единственным стилем игры. Экспериментируйте и используйте те классы, которые вам нравятся. Вот про это я и хотел сказать. Полководцы, обученные военному делу, прошли серьёзную боевую подготовку и не боятся встретить врага лицом к лицу. В сражении полководцы используют мечи. Так, уникальное умение. Пронзающий удар. Пронзающий врага точным и сильным ударом, наносивающий физический урон, умение игнорирует 50% физического сопротивления, проклинает цель. Очищение. Очищает область вокруг авианы, наносит божественный урон врагам, провоцирует цели. Даёт физическую защиту и физическую мощь союзника в районе 2 гексов от авианы. Ладно. Ведьмак. Мастера меча и магии, которые сочетают боевые умения с мистическими способностями. В сражении ведьмаки используют мечи. Клинок гадюки отравляет цель. Так что... Дальний бой. Испепеляет цель божественной истины, нося божественный урон, парализует, поджигает цель. И пассивная ловкость. Даёт улучшенные критические удары, вертливый, союзник врачит мухт. Вот это интересно, кстати, ловкость. Характеристики за уровень. Две силы, одно телосложение, две ловкости, два интеллекта, две единицы маны. Провидица. Провидица почитают и боятся за непревзойдённые магические способности, которые они активно применяют на поле брани. В сражении провидица используют посохи. Северный луч. Выпускает ледяной луч, который отражается на случайных врагов и наносит первородный урон. Сияние. Авиана излучает чистую небесную энергию, которая наносит врагам божественный урон. И святая устойчивость. Даёт регенерацию союзникам. Угу. И колдунья. Префествует щедушность и колдунья и могучные заклинательницы, которым подвластна самая опасная магия Невиндора. В сражении используют посохи. Тяжкие муки. Поражает цель, сушающая тёмной магией, наносит нечетивый урон. У цели открывает кровотечение и охватывает страх. Небесный свет. Обрушивает божественный свет. Ослабляет цели. И сила вдохновения. Водушевляет союзников в радиусе. Божественная мощь. Плюс к божественному урону. И плюс к... Ну это прям колдунью нужно божественный урон, честивый урон. Я на самом деле хочу за мага поиграть. Тем более, видите, здесь это ещё и сменить можно будет. Потому что последний, ну даже не последний, смотрите. Кингс Баунти мы проходили за паладина. Это по сути вот ведьмак. Мастер меча и магии. Это да. Полководец это, ну самое... Не знаю. Во всех играх, как правило, полководец это самое простое. Самое банальное. Бей, беги, как говорится. Подошёл, ударил в лицо, убил. А вот магия. Магия это интересно. Вот чем только они отличаются друг от друга. Здесь ловкость прибавляется. Здесь прибавляется силосложение. Что по перкам? Есть что-то уникальное? А, сумеречный правитель закатной колдуни. А, это ещё ухилиться можно будет. Окей. Сумеречная провидица, закатная колдунья, первородная... Так. Да, и смотрите, божественная легенда для провидицы доступна, а первородная легенда для колдуньи доступна. А это для кого? А, это и для провидицы, и для колдуньи. Окей. Здесь... Класс колдунья. Ведьмак или колдунья. Точное заклинание. Колдовской критический удар. Неплохо. Неплохо. Колдовская сила. А здесь вот, допустим... А здесь просто очки в нефилимы вложенные. Колдунья или провидица. Открывай доступ к сумеречным заклинаниям. Интересно. Здесь владыка Зари или ночной пленок. Я думаю, что... Ну, это из генерала, наверное. Из полководца. Переходим сюда. Ну, из полководца и из Ведьмака, скорее всего. Так. Здесь тоже ничего не зависит. Воля Мортис, нефилимы. Экономия маны. Закатная колдунья. Ну, ладно. Они плюс-минус одинаковы. Тем более, это все можно будет сбросить. Так. Что тогда по перкам? Нечестивый урон, кровотечение страха. Здесь первородный урон, обморожение получают. Здесь божественный урон исцеляет. Здесь божественный урон ослабляет. И бафает божественную нечестивую мощь. Ну, смотрите. У нас там же есть наши магички, которые... Ладно. Давайте я, наверное, колдунью сейчас возьму. Подтвердить колдунью. И тогда... Да, тогда снаряжение. Посоха Акалита. Сила атаки плюс семь. Нет, у нас есть мощнее посох. Причем... Вот у тебя какой. Давайте вот у нее заберем. Интеллект, сила атаки, шанс крита, мана. У меня есть вот такой вот какой-то. Блин, он непрокачанный, что ли? Посохабат непрокачанный. Тогда давайте вернемся в город. Прокачаем посохабата. Лучше снаряжение. Вот он посохабат, да? Посохакалита. Ну, посохакалит какой-то слабенький. Так. Еще разочек. Так. В итоге посохабат. Интеллект, сила атаки, божественное сопротивление. И тогда тебе посохакалита. Он грубый и тупой? Конечно, как и наемники, зарабатывающие на жизнь тем, что пьют других людей по голове. Так, бойцы. Тебе, значит, мы отдаем посох аббата. Тебе мы отдаем вот этот мега посох. Пострость провидицы милум. Отлично. Здесь что у нас? Плюс опыт оставляем. Шанс крита, это все оставляем. Сила атаки 225. А теперь вот какая у нас сила атаки? Она дистанционная стала атака у нас или как? Или это у нас просто вот теперь эти перки появились? Ладно, древоспособности. У нас все сбросилось. У нас все сбросилось. Ладно, интересно. Телепортация. Авиан передвигается по полю боя с помощью телепортации. Интересно. Когда авиана использует защитственные заклинания, она получает устойчивость. Когда авиана использует божественные или сумочные атакующие заклинания, она получает усиление. Так, первородное сопротивление, первородные силы на 5%. Полдовстой критический удар. Когда авиана использует первородные или нечестивые атакующие заклинания, критический удар на 5 раундов. Вот это я возьму. Так, а здесь что? Авиана растет, увеличивает дальность. Вот это надо брать. Если хотим играть за мага, это надо брать дальность. Телепортацию я тоже возьму. Будем тпшиться. Так, и здесь нам что полезное нужно? Вот сумеречное я возьму. Командная работа. Не знаю. Божжа. Так, так, так. Сопротивление. Не знаю. Здесь у нас что? Криты, мастерство, инициатив. За каждый не потрогает. Наверное, нет. Отвага. Просто плюс здоровье, гибкость. Нет, это, наверное, я пока не буду брать. С другой стороны здесь усиление. Нет, давайте все в магию вольем. Так, вот у нас появилось дистанционное заклинание. На единичку дальше стрелять будем. Колдовское переполнение. Обрушивает священную кару на врага, который нанесся. Авиане критический удар. Баля, но это так-то как-то не очень, что ли. Если она у нас будет в тылу стоять, ей не часто крит, это будут лететь. Так, ладно, что такое? Экономия ман. Управляя поток мана, авиан тратит на 2% меньше маны. Каждый раунд устанавливает. Вот это надо брать. Наносит на 5% больше урона. Это когда в одну цель. Клодовское сопротивление. Так, ладно, давайте вот из этих перков что-нибудь посмотрим. Ну а это на всех? Или только на авиану? Командная работа. Вот это я возьму. Командная работа. Что-то надо. Здесь. Сумеречная мощь. Божественное нечестивое сопротивление. Тоже может пригодиться. Из атакующих я, наверное, ничего пока брать не буду. Здесь плюс здоровье. Силы нефим. Силы атаки увеличены на 2%. Ладно, пока не буду. Здесь 10 очков осталось. Первородная энергия. Позволяет увеличить первородное сопротивление. Первородную силу на 5%. Так, здесь больше маны позволяет носить обращение к потоку маны. Вынуждает тратить на 10% больше маны, но позволяет носить на 10% больше урона. Усилие заклинания солей на 10%. Ух ты. Так, у меня пока, по-моему, заклинаний третьего уровня нет. Поэтому давайте я экономию маны сделаю. А что такое? Колдовской прилив сил. Когда я наносит врагу критический удар умением, на ее следующем заклинании... Ух ты, вот это тоже здорово. Перенасыщение силы. Но это я возьму. Да, мы будем больше тратить маны. Но при этом ее будем регенерировать. И если крит, то на следующем заклинании меньше маны. Все, у нас прям мега-колдунья теперь стала авиана. Плюс интеллект. Здесь ловкость, шанс крита, сила. Ну, сила получается... Ладно, пускай будет. Пускай будет. Ослабляющий разряд, божественные. Они на все изучены? Лающие оружие, подземный ход, нечестивые. Подождите, у меня, по-моему, там какой-то второго уровня было, который я не мог изучать. Или я его уже изучил? Все, тетировки, что ли? Так, вот первого, второго. Как у меня второго-то было? Или я его уже изучил? А, вот оно, бурный рост. Ослабляющий разряд. Ну все, окей. Игра заиграла новыми красками. Теперь мы за мага играем. Только тогда, если за мага, что у нас с отрядом? У нас... Охотницу на демонов надо убирать. Из заднего ряда наносит физический урон. У кого тогда сюда ставить? Чародейку, если поставим, она будет первородную мощь давать всем до конца боя. Здесь... Защиту он дает. Нет, он не нужен в тылах, он должен быть впереди. Первородную мощь до конца боя. Но, с другой стороны, если рядом с ним держаться, первородная мощь и так будет. У магов, по крайней мере. Конечно, вот у этих ребят не будет первородной мощи, которые в ближнем бою лупят. Но, с другой стороны, кого нам поставить в тыло? Скелет воин, ты что даешь? Ржавый. Передвижение режет. Адский голем, что дает? Неосприимчивость к провокации. Берсерк, если взад поставить. Тоже нет. Крисантра. Но, чародейка, конечно, в тылу хорошо смотрится. Но, чародейка хорошо смотрится и как атакующая. Даже не знаю. Суккуб. Нечестивый урон наносит. Увертливость. Можно было, конечно, набрать чародейку, еще назад ее поставить, и все, чтобы все забафалось, забафовалось. Не знаю. Жрица. Так, подождите, а вот по поводу перков. Мы же там... Насыщение силой, критический удар. Противление, дальность заклинаний. Дальность заклинаний. Ладно, давайте пока так попробуем. О, леди Даркойл, ательянская. Вы идете на двор, для чьи мая пенни, как моталек летит на свет лун. Песня приводит вас к странной путнице, укрывшись среди деревьев. Незнакомка прерывает песню, резко оборачивается. Ого, ты живая? Вот уж редкость. Что ты делаешь в Сиролесье? Ну, знаешь, возможно, хотя не стану утверждать наверняка, я преступница в розыске, которая ищет Мортис и ее подопечных, чтобы заключить союз против моих преследователей. Зря, наверное. Звучит странно, но поверь, на самом деле все еще страннее. С тех пор, как Вуаль пришла к власти в Империи, подобное случается не так уж редко. Впрочем, неважно. Я леди Даркойл, предводительница Даркойлского отряда из Веронтора. Рада знакомству. Вижу, ты недавно в этих лесах. Я помогу тебе сориентироваться, если хочешь. Мои знания о лесах заблудших ограничиваются легендами. Что ты можешь рассказать о них? Много тысяч лет назад Мортис родилась из тела Солониэль, богини потока жизни. Новорожденная богиня смерти стала королевой некромантов Сиролесья и собрала здесь свою армию нежити. Но это и так всем известно. А где все? Я была уверена, что не успею и глазом моргнуть, как окажусь в пасте какой-нибудь слюнявой твари. Как и я. Богиня и ее орды здесь. Но что-то изменилось. Впрочем, чем задаваться вопросами, лучше просто сказать спасибо. Логично. Если я захочу заручиться поддержкой нежити, мне нужен их предводитель. У них, кажется, есть какой-то совет. Нахальство тебе не занимать. Не знаю, заседает ли Совет Шести в Сиролесье, но на севере происходит что-то неладное, поэтому я и стараюсь держаться южных дорог. Ты сказала, что ты из верантаорского отряда. Далековато ты забралась. Когда мне стали угрожать очищением в наказание за то, что мы проиграли сражение, я бежала. Воины давно уже не те. Благородства в них почти не осталось. Я услышала пение и решила, что ты, ну, певица. Песня рождения Даркойлов – песня моей семьи. Она напоминает мне о доме. У твоей семьи есть своя песня? Мать пела мне, но это было очень давно. Я почти не помню ее песен. Рада была познакомиться. Свет всеотца да прибудет с тобой путница. Молись почаще и спи поменьше. Хороший совет для этих краев. Да, совет хороший. Ух ты, и тут черепа гигантов. Так, тут склеп какой-то. Тут товарищ с заданием стоит. Ну, кстати, еще один портал, который мы пока пользоваться не умеем. Фонтан исцеления. Пока не трогаем этот череп. Не знала, что великаны заходили так далеко на юг. Интересно, как он умер. Ну да, вот этот товарищ лежит. Я на него тоже внимание обратил. Золото. Сундук с сокровищами. Кожаный доспех. Так, зубастые, что скажешь? Вы приближаетесь к большому, хорошо вооруженному, агрессивно настроенному батальон нежить. Они скалят зубы и явно не в улыбке. Никогда отец заблудших терпит чужаков. Но это не тот случай. Ага, сразу драка. Ах, черт, у меня авиана в ближнем бою стоит. Ну хотя ладно, попробуем ее в магические навыки теперь. Так, что ты умеешь? Тяжкие муки. Поражает цель, осушающий темной магии, наносит нечестивый урон, кровотечение и страх. И небесный свет обрушит божественный свет на врагов выбранной области. Можно по двоим жарить. Что по книге магии? Так, а вот это добрый день. А мне их заново изучать, что ли, надо? Почему у меня их нет? Почему нет заклинания? О, ладно. Так, баталь. Ты подожди пока. Что ж пока, подожди. С заклинаниями надо разобраться. Мне их что, заново изучить? Они же у меня изучены. Так. Не будем пока с фанга обходить. Что-то я немножко как-то расстроился. А куда заклинаниями-то мои пропали? Так что не должно быть. Или должно? Ну, давайте баталью подлечим. А его убьем. Чтобы не мешался. Так, огненный шар. Чувствуй его, святое прикосновение. Боль. О, как твои... Твоя плоть, но это боль? Там зубастый. У меня кружится голова. Хорошо. Можно, конечно, так вот еще вжарить. Боль. Это огонь. Чтобы не тратить на перемещение. А ты, наверное, вот сюда идем. Цепи. Так, ты, тяжкие муки. Давайте вот этого товарища будем бахать. Так, вот смотрите, она кританула. По-моему, этот перканик так. Все, я, короче, молодец. Все. Перекачался, но... Безродный идет. Безродный идет. Безродная кровь. Калини, дотягиваемся. Ну ладно, дай поближе, подойдем. Бушует гнев. Мы воплощение его гнева. Так, еще разок. И он выжил. Я умру как мученица. Это уж не умирай. Так-то отсюда вот больно сможешь сжахнуть или не очень. Да, достаточно больно. Я очищу тебя. Эк. Выжить все, они кисть дай. Я залежу твои раны. Сгорело. Сейчас заклинание так не появились. Нет, нет заклинаний. Действуем сейчас, сожалеем после. Заслужим их кровь. Это проблема. Если я бак какой-то словил, то прям вообще беда. Неистовство. Беда пришла, откуда не ждали. Отлично. Следующий уровень получили. Каши прокачал все перки, которые... Эти леса нравились бы мне куда больше, если бы нас не пытались убить на каждом шагу. Ну и что тут веселого? Действительно. Так, здесь. Так себе перки. Да, прокачал я заклинание себе. Не понимаю. Так, давайте-то вернемся. Идущий заклинание. Ясно. Этих вручную распределить надо. Жуть. Окутает рога страхом. Призыв малого демона не надо. Нечетивый урон вызывает страх у цели. Возьмем. Непроглядная тьма. Ослепляет цель. Стимуляция. Дохновляет союзника, наделяя его проворством и быстротой. Попробуем. Темный покров. Маскировку для авианы. Ну пока поставлю, может быть потом уберу. Так, демоненка не вызываем. Здесь. Водное лечение берем. Опаляющие лучи берем. Подземный ход. Союзника в другой гекс. Телепортация прикольная. Она поджигает атакованных. Ну пока возьму. Божественные заклинания. Слепящий свет. Наносит божественный урон. Ослепляет цель. Давайте сюда возьмем. Ядовитые лозы. Божественный урон. Отравляет цель. Место маскировки. Стена шипов. Наверное нет. Бурный рост. Второго уровня. Божественный урон. И. Ядовитые лозы. Ладно. Давайте вместо бафа. Аметка справедливости. Изгнание хаоса. Наделяет атаки умения огнем. У меня же просто есть вот огненное оружие. Союзники поджигают атакованных врагов. А здесь только нежить поджигают. Божественные слова сумочные. Обрушит на врагов чистую космическую энергию. Нося божественный. И нечестивый урон. Ослабляет цель. Нечестивый урон. Страх. Если у нее меньше 50%. Ладно. Давайте пока так сделаем. Ресурсы соберем. Раз уж зашли. Ну получается назад пошли. Ладно. Ну хоть предупредили бы. Что заклинания ваши сброшены. Поставьте их заново. Но голем. Несмотря на огромный рост. И острые клыки. Острые когти. И много других острых выступов. Костяной голем сжимается от ужаса. И пытается отползти. Полегче. Мы не причиним тебе вреда. Если не придется. Что-то с ним не так. Может лучше прибить его. Чтобы не мучился. Нет. Давайте поговорим. Он не ранен. Он напуган. Ты меня понимаешь? Понимаю. Хорошо. Замечательно. У тебя есть имя? Моя голем. Моя нет имя. Ой да ладно. Всем нужно имя. Я назову тебя. Здоровяк. Авиан младший. Нет. Давайте здоровяк. Он же большой. Хм. Как насчет здоровяка? По-моему тебе идет. Здоровяк. Голодаться. Видишь. Ты не боишься. Ты просто проголодался. Что едят костяные големы? Кости. Умные кости делают здоровяка умным. Сильные кости делают здоровяка сильным. Кости точно. Можно было догадаться. Но пока что нечем. Я что-нибудь найду. Не знаю умирает ли нежить с голоду. Но все равно подожди здесь. А найти кости способны удовлетворить вкус костяного голема. Ну давайте поищем. Тем более у меня есть направление. Запечатанные гробницы. Ооо. Скрывать замки? Я еще никогда в жизни так сильно не хотелось скрыть замок. А ты не умеешь. Блин. Ты же типа вор. А, это ты, преступница, которая ищет союзников. Рада была познакомиться. Ничего нового у тебя не появилось? Ладно. Преступница, которая ищет союзников. А что такое? А, это как раз кости есть. Это бурные цветы здесь, смотрите. Интересно. Нежить, нежить. Хотя, цветочки-то вон какие-нибудь красивые растут. Труп. Можно кость взять. Пробирать между обугленными останками неизвестных тел. Вы находите несколько более свежих, еще не посиневших трупов. Смотри, эти тела посвежее. Фу. Мы действительно потащим с собой это. Попав в Сиролесье, бери пример зомби. Давай, помоги мне собрать все это. Зачем я это собрал? Это же не Костя. Так, ладно. Что здесь лесопилка? Можно захватить. Ну, здесь. Так вот. Автоматом захватим. Да, лесок пошел. А как сюда попасть? Ага, сюда попасть только через портал. Смотрите, какой гигантский паук охраняет. Но я не умею пока через портала ходить. То есть, получается, и големом пока себе не можем забрать. Интересно. А вообще можно себе забрать, получается? Разрушенные гробницы. Пчатные гробницы. Здесь никакого ухода больше нет? Вроде бы нет. Ладно, нам тогда... Так, стой, 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 стой. А, нет, мне показалось, это кто-то стоит. Но нет, никто не стоит. Так, а если сюда вот куда-нибудь... И стол трупов? Так, мне там пока некромант какой-то стоит. Может быть, даже сюжетный. Поэтому пока сюда. Гидро. Преподобный охотник за головами. Но это, скорее всего, драк с ним будет. Тирены стоят. Нормально. Ладно, давайте сначала из Дидро поговорим. Вы приближаетесь к отряду Длани Вуаля. Силового подразделения империи. Их предводитель держит в руках пергамент, на котором нарисован ваше лицо. На портретах написано «Сумеречные близнецы». Эй, вы. Поосторожнее тут. Говорят, что этими лесами правит лич, которого называют заблудшим. Мы ищем сумеречных близнецов. Террористов, что совершили нападение на церковь святого Дарчильда. Говорят, их видели здесь. Вы видели эту женщину? Он показывает вам пергамент с карикатурой на вас. Щекастое лицо, угольные черные глаза и прилизанная коса. Это же я. Да не. Что мне будет за то, что я вас отпущу? Ну, блин, они нападут. Это совершенно на меня не похоже. Впервые вижу. Далеко вы забрались от Ателиана, солдаты. А как насчет того, чтобы отдать этот приказ мне? Что скажете? А я подкину вам деньжат на возвращение домой. А, он с подозрением вглядывается в ваше лицо. Если эта мерзавка настолько глупа, чтобы совать нос в леса заблудших, она, скорее всего, уже мертва. Считай, мы договорились. Какое-то время вы торгуетесь, а потом, наконец, отпускаете его. Остается лишь надеяться, что вы больше не встретитесь. Сколько мы денег потратили? Нисколько. Ну, не знаю. За драку, скорее всего, мы потеряли бы отношение опять с Империей. А так, пускай жив товарищ останется. По сравнению со всем остальным, это озеро на удивление. Красиво. По крайней мере, с виду не уверен, что я хочу вглядываться в воду. Ну да, я вот про это и говорил. Здесь прям как-то хорошо. Так, здесь кто? Ух, ничего себе, 20 уровня какой отряд. У ваших ног простая могила, на которой написано «Здесь лежит старик». Да, плюс одна косточка. Плюс 500 железа. В принципе, противники там не очень сильные. В плане, что невысокого тира. Только вот некромант. Когда-то давно некроманты, которые обучались своему искусству самого Ашгана, отказывались убивать живых. Они отказывались причинять им любой вред. Вместо этого они посвящали себя перерождению. Гордые традиции продления жизни. С тех пор многое изменилось. Ну да. Костяные шипы по линии призывают из земли кости, которые пронзают всех бойцов по прямой линии, нося физический урон. Кровотечение вызывают. Костяная буря. Поражает выбранную область бури из костей, которая длится 2 раунда и наносит физический урон. Растерянности вызывает. Сраженные некроманты. Враги ступени 1 и 2 выстают из мертвых, как призраки с половиной здоровья. Враги ступени 3 и 4 выстают из мертвых, как баньши с половиной здоровья. Они не попадают на кладбище. Дают соединникам усиление, если на кладбище есть хотя бы один боец. Ух ты. Это неплохо. Да, некромант у них. Рыцарь смерти здесь есть. Тоже третьего тира. И грозовая буря. Давай попробуем сразиться. Бах-бах-бабах. Раунд 1. Кучкой, конечно, они такой стоят, интересный. У нас вот есть по прямой линии. Да, мы можем по двоим жарить. А по площади у нас ведь ничего, да, нет? Пылающие лучи. По одному. В слепоту, конечно, можно встать. Жуть. Кипящий свет тоже только по одному бьет. Во слепоту вставать не хочется. Нига магии. Так, подожди, а у нас вот этот перк... Ой, вот этот перк, смотрите, что творит. На-ка. Вообще, на этот перк работает крит? Что-то я как-то стукнул, а стук-то и не получилось. О, телепортация прекрасна. Так, ты пока ждем. Ты. Они, получается, откуда пойдут? Они, скорее всего... Ладно, сюда вот встань. А баталья по этой стороне отправим. Так, ты сфера решительности. Блин, батальям сюда нужно было встать. Сейчас он же эту решительность займет. С другой стороны, по нам здесь только один удар пройдет. Давай в сфере решительности и жди пока. Прицель... Крепился. Под молнию встал. Тоже под молнию встанет. Правда, фанам немножко ударит. Но авиану вернулась. Так, здесь. Ну, лещиться пока не надо. Можно просто как-то вот так вот делать. И маги, кстати, сейчас тоже неплохо закинут. Давай огненный шар. А он не загорелся? Блин, он не загорелся. Еще никто не загорелся. Только вот этот товарищ загорелся. Но если его подрывать, то и по... По нам прилетит. Мы перехитрим наших врагов. Значит, просто молнией. Такой ты не дотягиваешься. Да-да-сюда. Блин, ну тогда в него. Только хорошо. Уже иду. А, некромант? Костяная буря по своим. Молодец. А, слушайте, она... Сейчас внезапный вопрос. Убийство. Блин. Своим... Нет, не отдамся. По своим работает вот это? Нет, враги только. Окей. Так, ты... Ты, кстати, можешь вот так вот крутануть. Ну, получается и крутаней. Сдуло. Ожидание. Так, у тебя. У тебя, у тебя. Если из заклинаний бурный рост. Давай сюда. Ненависть. Берсерка, выходи. И круговой удар. Отлично. Твои муки закончились. Ну, по-хорошему, буря костей должна добить. Ай-яй-яй-яй-яй, боевая жрица. Буря костей не убьет? Значит, пусть не очень хорошо. Ладно, немножко себя ранили, но зато добили. Рука судьбы. Покажи мне путь к смерти. Ой, как больно. Давай, наверное, вот сюда попробуем. И вот так сделаем. Так, теперь здесь. Я, наверное, его даже подлечу. Что-то как-то плоховато ему. Баталь. Вот эту дрянь, конечно, надо идти. Подождем, может, она пропадет сейчас. Гарик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. По-двоим своим. Решай, нет ни шаре. Давай защиту. Защиту. Здесь. Так, еще разок. Цепи. Отлично. Умер. А, он один раз воскресает же. Ты бросаешь его из-за мне? Это же этот костяной воин, он один раз перерождается. Не нужно ее лечить. Вот у меня вопрос возник. Давай попробуем не лечить. Вообще-то идти попробовать. Можно в защиту встать. Ладно, ударь и заверши ход. Маленько подлечить. Ох, как больно. Так, баталь, выходим. Что ж ты живешь, ты как, а? Прям выживают из последних сил. Тяжкие муки. Вечно съели. Ожидание. Так, ты. Пробуй, наверное, в ближний бой влетать. 225. Баталь. Нет, наверное, в спину лучше. 286. Здесь. Так. Бешенство. И воскрес, негодяй. Или давайте деду подлечим. Выжечь все нечистое. Как-то так, огонек. Блин, в баталью попадем. Но мне кажется, лучше в баталью попасть, чем потом два удара получить от костяного воина. Ты станешь хорошим подношением, смерть не будет ждать. Так, ты же у нас телепортироваться умеешь. Оп. И здесь. Так, что по заклинаниям. И дави ты лозы. И не дотягиваемся. Ай-яй-яй. Блин, да, ничем не дотягиваемся, получается. Подземный ход. Тебя. Черт, не дотягиваемся и здесь. Ладно, хотя бы вот так вот. Пускай баталью вжарит разок. Заслужим их кровь. Давай, заслуживаем. Дед, дождем баталью на следующий ход убьет. Они банально добежать не успеют. Ну да, противники, конечно, здесь посерьезнее. 20 уровни и таких в больших количествах. Свет его, да пребудет с тобой. Твоя плоть, но этот боль. Отдашься мне. Эх. Уйди с дороги. Интересно, а вот это по площади вообще реально критический удар нанести? Головная повязка. Просто если смотреть по перкам... Так, где он у меня? Точное заклинание. Вот колдовской критический удар, когда я наспользую первородную... А, первородная или нечестивая, атакующая заклинание, она получает улучшенный крит-удар. А, это и не первородная, и не нечестивая. Вообще не то. Ну, в принципе, интересно. Можно или нет? Окей. Так, больше урона, больше маны. Больше урона и усилие заклинания истеления 30%. Вообще, что благодаря среда действующая на одну цель наносит больше урона. Нет, давайте вот это докачаем. Все пока в магию. Так, шапка какая? Шапка слабее нашей. Ладно. Что за лут? Взрыв трупа. У-у-у-у. Был конспект. Это приятно. Раз уж мы играем за магов, за конспектами, прям надо охотиться. Так, какая-то... Какой-то слез сирен здесь. Так, еще драка стоит. Вот, видимо, драка за Костей будет. Здесь что? 12 уровень. Здесь завоевание просто. Так, кожаные штаны. Кожаные штаны. Сила инициатива. Да нет, давайте их сразу разберу. Чтоб они мне не мешались. Шлем луны. Просто шлем обычный тоже разобрать. Сапоги. Редкие, обычные. Сапоги предателя. Кольчужные споги лампская будут. Хотя не знаю зачем. Пускай будут. Сундук с сокровищами. Так, подожди, счет. Найс, знаешь, авиа. А почему драка-то? А какая... Ага. Я теперь отступить не могу. Ну ладно. Не сильно, не сильно сильный отряд. Поехали, наверное. Просто я не понял. А почему драка-то? Просто он дух стоит. Хотя он чем-то... Чего? А это как так? От засады что была? Не понял юмора. У меня, конечно, есть по площади. Вот такая бабахалка. Я могу по пятеро ему сразу вжарить. Тебе конец. Я не успел посмотреть, пролетел кому-то крит или нет. Но было больно им явно. Книга магии пока не работает. Я, наверное, так вот сделаю. Так, ты... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Он же еще и усиленный. У него первородный урон усиленный. Да. Здесь как раз первородный урон. Смотрите, что он сейчас сделает. Он просто испепелил. Так, берсерк. Ты, наверное, вот сюда встань. Здесь крутание. У него, кстати, тоже первородный урон усиленный был. Так, ты... Одна у берсерка. Нормально. Рыцарь смерти. Что будешь делать? Бахать будешь. Нормально. Блин, рыцарь смерти хороши. Прям вообще хороши. Так, зомби. Надо двух недобитков сейчас добить. Твои муки закончить. Чтобы они урон свой не наносили. Так, огонек. Огонек, это приятно. Загорелись? Так, вот этот загорелся. Хотя, мол, можно и молнией ударить. Можно молния, можно взорвать. Давай молнией. Это твоя судьба. Наслаждайся болью. Ну да. Какая-то так себе засада у них была. И в ответ. А нет, в ответ. После промах ответный удар не работает. Да будет гуша твоя кровь. Он сейчас воскреснет. Да, воскрес. Бабах. Мне нравится звук удара булавой у боевой жрицы. Прям очень годно все это слушается. Так, слепящий свет. Слепящий свет. Это что такое? Проклятие. Проклятие. Дерись или умри. Ой, прям разорвало его. Так, огонек. Это загорелся. Сюда получается надо. Не так много наносит, конечно. Это комбинация, но тем не менее. Вместе 82. Тут было больно. Ай-яй-яй. У меня провокация. У меня слишком мягкое плоскость. Ну а, сейчас подлечим. Почему нельзя? Ага. Почекаешь, почему нельзя? Атакующим заклинанием нацеливаюсь. Действительно, почему нельзя по своим. Хорошо, что нельзя, а то бы сейчас по-своему шарахнул. Божественное, божественное мяще. А вот есть первородный. Ага, ну вот они. Улучшенный критический удар. Шанс критаж со 6%. Баль станет твоей наградой. 106. Давай. Бабах. Готово. 875 золота дали. 132 опыта. Ну, с опытом, кстати, тоже какая-то непонятная ситуация здесь. Знаешь, Ави, у меня что-то дурное предчувствие. А, это... Это ты до боя мне должен был сказать про это дурное предчувствие. Редкие сапоги, кстати, выпали. Ловкость шанс крита. Они, кстати, лучше будут, чем наши. Отлично годятся для бега. А они будут лучше. Они даже лучше, чем вот эти обувь раскаленной луны. Если их прокачать, тут еще плюсом божественного сопротивления будет. На шанс крита, наверное, такой же будет. Ну, или 6. Ну, может быть, на единичку поменьше. Так, ладно. Ты кто? Прислужники нежити. Тоже кости охраняют. Черток душ. Нет, давайте сначала с прислужниками зарубимся. Они охраняют косточки, которые нам нужны. Ну, и да, карта, обращаю ваше внимание, хороши. Карты прям в плане визуала классно смотрятся. Так, книга магия. Мана, кстати, вообще не заканчивается. Мы тратим, а на вас там. Хотя я не так много трачу, ну ладно. А, только... Нет, подождите, одного или всех? Еще раз, как это работает? Наделяет оружие бойцов ближнего и дальнего боя силы огня. А, окей, это магия. У магов ничего не бафрится. А заклинание, которое против демонов и нежити, оно всех усиляет. Понял. Это понял. Может, конечно, сразу стал баталью обрываться. Я зря это сделан. Надо было дождаться, пока ближе подойдут. Ярость. Блядь. Опять здесь с агрессивничал. Излишне, по-моему. Паломничество? Типа того. Я очищу тебя. Давай сюда ему. За часть. Пиншар, вот сюда. Одного сдули. Темный отец, будь рядом со мной. Ты не горишь? И ты не горишь. Ну, значит, просто урона на 7. Так, побежали скелетоны. Поджог. Еще раз поджог. Да, неплохо. Кстати, вот эти поджоги хорошо работать будут с нашей колдунью. Так, авиана. Телепорт и бахай. Дай, летят криты. Летят, отлично. Киты летят. И это радует. Заслуженная кровь. Хорошо. Так, круговая атака. Ну, наверное, вот отсюда надо. Два им, правда, только. Ну, хоть как. Можно немножко подлечить, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие классные криты. По площади криты летят, прям глаз радуется. Так. Магия-магия. Хотя зря. А, нет, не зря. Нормально. Да, давай, надо вот сюда. Сюда. Огоньком жарим. Он воскреснет. Да, он воскрес. И теперь. Ты же горишь? Да, ты горишь. Вот так вот. Бабах. Повторюсь, немного, но... Приятно. Какие-никакие комбинации проворачиваются. Так, авиана. Магия. Луч, жуть. Божественный урон. И он жив остался представлять. Да будет густо твоя кровь. Разлетелся. Дерись или умри. И это разлетелось. Блядь. Выжил. Бешенство. Тоже выжил. А, нет, не выжил. Нормально. Улучница свое дело знает. Ну, пока стоит. Потом, не знаю, заменим на кого-нибудь. Здесь воскресли. Но зато на этот ход атаковать не будет. Здесь вот сюда добьем. Просто, не знаете, не хочется одних и тех же бойцов вставить в отряду. То есть, не хочу, чтобы повторения были. Так-то есть, конечно, мысли по поводу того, кого поставить. Но, ладно. Хотя, других, конечно, тоже можно попробовать. Аж там голем есть, который я не использую. Так, ты горишь? Блин, ты горишь. Ладно, тогда просто молнии. Просто меня, в принципе, сейчас все в моем отряде устраивает. Я не знаю, куда голема впихнуть. Вместо кого? Вместо берсерка? Вместо берсерка. Нет, ну, берсерк у нас прокачанный. Крисандра нужна. Элементалист и чародейка. Это наши дальнобойные ребята. Жрицу я банально не могу заменить, потому что лидерства не хватит. Ну, когда да. Когда у нас прибавится лидерство, возможно, кого-нибудь вот из них взять. Так-то, конечно, ее вообще в задний ряд можно поставить. Божественная защита и благодать до конца боя. То есть она сзади хороша будет. Она сзади будет хороша. Может, прямо сейчас поменять? А, нет, да, поменял сейчас. Они сзади, это второго тира. Вот так и сделаем. Ее мы назад поставим, а кого-то из них мы вперед поставим. Вот ту же лучницу. Ну, или суккуба. Да не знаю, может, сейчас из нежити вообще кого-нибудь еще найдем. Вы обнаружили текущую костей светящейся магической энергии даже сейчас, когда множество лет спустя. В общем, эти невероятно могущественные косточки. Хорошо. Так, так-так-так-так-так, 18 нас уровень. Что у нас? Чертог душ. А сюда надо вообще спускаться? Давайте спустимся, сядем глазом, посмотрим. У нас какие-то руины. Это сама Мортис сидит. Нет, это на Мортис не очень похоже. Сундук. Ах, а ну где-то рычаг должен быть. Матье, изумительно. Матье, это наш старый знакомый, что ли? Ага, не фальшив, Матье. Это я рычагов не вижу. В камере видите знакомое лицо. Это Матье, изумительно Барт. Один скованный по рукам и ногам и без возможности к бегству. Я нашла тебя там, где меньше всего ожидала. Хотя, если подумать, то ничего удивительного. Очень смешно. Кто же знал, что у меня же такая неприязнь к разграблению могил? Ты вор. Стоило догадаться. О, значит теперь мы не любим воров? Нет. Нет, но во всяком случае технически точно нет. Я все-таки Барт, хоть и очень недооцененный. А деньги есть деньги. Но милый. Ну нет, мы получается Коррисандру отправили к этому Матье, изумительный Барт. Нет, мы слишком суровые. Ответ вора. Ты заслуживаешь того, чтобы гнить здесь. Похоже, тебе нужен партнер. Ответ вора. Ладно, но милый. Не просто Барт, очень красивый Барт. Это существенная разница. Даже если бы мы просто разделили вино у костра, как по мне, после того дня мое чувство более чем очевидное. Вытащи меня отсюда, я докажу тебе это. Ладно, вытащи. Око выглядит зачарованнее. Сдается мне, если мы не найдем ключ, здесь ты останешься. Ха, я знал, что могу на тебя рассчитывать. Ключ должен быть у стражи. О, я об этом позабочусь. Сказал бы тебе никуда не уходить, но... Ой, очень смешно Ави. Просто невероятно. С другой стороны, почему бы и нет? Она у нас такая суровая женщина, а молодой человек у нее такой вот будет субтильный. Ну, хотя она сейчас маг, тем более. Барт и чародейка. Ух, это, правда, немножко из другой игры, немножко из другой вселенной, я бы даже сказал. Ох ты ж, блин. Подожди, а ты кто? Прослужники нежити. Ну, ладно, давайте мы с ними еще разок зарубимся. Нарушители, умрите нарушители. Победите всех врагов. Ладно, давайте этот бой тоже сегодня проведем. Так, Лютик, не... Ой, Лютик. Барт, не дзинькой. У тебя какие-то фальшивые ноты проскакивают, прям по ушам бьют. Так. М-м-м. Интересно, а заклинания вообще бывают критическими? Ну, скорее всего, нет. Это как-то было бы не очень логично, если бы заклинания еще и критическими были. М-м-м. А здесь, наверное, вот надо эту хилку забрать. Хилку забрать и... Тед сопротивления я заберу. Да, конечно, немножко подставимся, но зато бонусы забрали. Потом еще туда чародей потянем, чтобы он их первородные перки качал. Нормально будет вообще. Ну, получим ударчик, не страшно. Он даже бить не стал. Так, ладно, куда мы сюда подойдем. Зомби. Постерянный зомби. Блин, они еще забафные. Скорость нам режут, негодяи. Это же это забав, да? Да. Ржавый арсенал замедляет прожж... А, если меньше 50%. У нас такого не бывает. Мы слишком крепки для них. На команду работу. Включилась команда работа. Нет. А как же она? Я надеюсь, просто не отражается. Она тебя просто не отражается. Так, ты подходи. Блин, не дотянулся до батали. Гори, никто не загорелся. Обидно. Ну, давай так жарим вдвоем. Замедлили. Батали надо шажочек назад сейчас сделать. Отталим шажек. Хотя нет. Это, в общем, восклицательный знак. А, типа новая появилась. Да, у нас там какой-то новая появилась. Я хочу вот этим по площади. Вот так вот хочу. Да. А баталь вот сюда отойдем. Чтобы мощь получить и крутить. Бабах. Испепелила. Испепелила. Так, здесь. Молись, наверное, вот так. Отлично. Еще минус 2. Можем даже подлечиться немножко. Да, отлично. Мои дети его. Как она эпично в кадр вошла. Неплохо так. Из дергающейся массивной плоти нападающих выступает небольшой блестящий объект. Вы погружаете сюда свою руку и вырываете небольшой покрытый слизью ключ. Выпустить Матье из камеры. А где... Я хочу другие двери тоже все открыть. Так. Там еще ребят ходят, но с ним пока не будем сражаться. Ладно, Матье, иди сюда. Еще немного потерпее. Почти вытащил тебя отсюда. Вы вставляете тонкий ключ в замок и оковы с приятным клацанием падают на землю по бокам от Матье. Он свободен. Немедленно, секунду, он тут же крепко, отчаянно обнимает вас с обеими руками. Эх, ладно. Я ожидал чего-то большего, чем просто дружественное объятие. Здесь, а вдруг кто-то войдет. Кто-то с клыками. Я вполне могу прийтись ему по вкусу. Не рвничаешь? Его глаза говорят да, хотя готовный, из которых он срывает одежду с ваших тел, говорят совсем о другом. Швырнуть его на груду костей. Не, не будем. Его губы такие мягкие. Ну ладно, давайте легкую дрожь. Кому интересно, прочитайте на паузе. Это было. Он умолкает, потерявшись в облаке экстаза. Вы лениво киваете в ответ, а после слышите, как звукут вырывается мимолетная мысль. Как думаешь, в чем смысл всего этого? Ну, жизни. Зачем мы все это делаем? Смысл жизни в том, чтобы найти свой дом. Мы живем, чтобы становиться сильнее. Мы живем, чтобы любить и быть любимыми. Жизнь бессмысленна. Мы живем, чтобы быть счастливыми. Жизнь... Чтобы быть счастливыми. Да, наверное так. Так, мне кажется, что все мы просто пытаемся найти свое счастье. Разве нет? Несмотря на богов, войну и жестокость, я считаю, что все мы в конечном итоге хотим одного и того же. Быть довольными жизнью. Но слишком многих из нас... Так, не удается почувствовать это. Ну а как насчет тебя? Мне кажется, смысл жизни в этом. Это и есть смысл жизни. Секси? Да нет же. В этом... В этом моменте. Прошлое ушло без следа. Будущее лишь в нашем воображении. Мы цепляемся за богов, как корабли цепляются за якоря. Но почему этот момент? Здесь сейчас на самом деле все, что действительно существует. Какое-то мгновение этой мысли молчаливо висит в воздухе, а после он вкладывает в вашу руку странный камень. Я знаю, что это значит... Что значит этот взгляд? Ты вот-вот скажешь мне, что тебе уже пора. Но пока ты не ушла, возьми вот эту. Я искал самоцвета. Нашел лишь это. Какой-то ключ. Мне так и не удалось выяснить, к какому замку он подходит. Теперь он твой. А ты что искал-то? Твой план явно вернулся к тебе не той стороной. Но мне интересно вот что. Какой, собственно, у тебя был план? Я был в таверне, конечно же, и послушал разговор о самоцвете размером с голову голема. У рассказчиков была карта. К счастью для меня, он слишком много выпил. Вскоре он уснул. Карта с местом нахождения самоцвета перекачала мою сумку и отправился в путь. И этот путь привел тебя к могиле. Что привело тебя к разграблению могилы? Что, в свою очередь, привело тебя сюда? Все хорошо, все хорошо кончается, не так ли? Мне сложно представить, что ты задержишься здесь. Куда отправишься? Мой путь лежит в Верон Тор, где я буду очень стараться избежать преждевременной смерти. Сыграю несколько песенок с солдатом, заработаю немного денежат. Тебе стоило бы отправиться со мной. Верон Тор? Может, там и увидимся. Верон Тор, это что-нибудь у эльфов, что ли? Не присоединишься к нам в Элиане? Простейший способ не угодить снова в тюрьму, присоединиться к нам в Элиане. Я очень ценю это, Ави. Ты прекрасно знаешь, насколько. Ну, для меня все, кроме бескрайней дороги, это аж тюрьма. Когда мы встретились в Дове храмнинах, ты говорил, что работаешь над песней. Мой опус более-менее продвигается. Ну, пока что, скорее-менее, чем более. Но наша сегодняшняя встреча заслуживает отдельной страфы. Уж поверь мне. Раз есть ключ, должен быть и замок. Просто нужно его найти. Всегда рада увидеть знакомое лицо, Мати. До четырех небес, Ави. Обувь узняка. Получена награда. Что за награда? Обувь узняка. Обычный, ловкость, физическое сопротивление. Блин, а как вот эти замочки открыть? Кто знает. Где-то должен быть рычаг, судя по всему. Но я не знаю где. Ладно, давайте в этой стороне посмотрим. Здесь что у нас? А здесь, кстати, тоже лут. Интересное кино. Лут. Прислужники нежити стоят. 18 уровня. Ну окей. Мне даже интересно стало. Это где-то центральный замок у вас есть, который запирается. Сколько клеток? Интересно, что осталось с теми, кто сидел внутри. Ты уверена, что хочешь знать? Не, не уверена. В смысле, отсюда нельзя войти? Отсюда нельзя. Ух ты, отшу, как большое пространство-то какое. Что еще раз? Узнать, что скрывается дневник. Найти кости. Кузница. Узнать, что скрывается отца перед дверь, который подходит к стороне ключ. Блин, дружище, за нами бежит. Врата. Еще врата. Ну, блин. Ладно, ребят, давайте это отложим до следующей серии, эти блуждания. Или не до следующей, вот же, рычаг. Но, что за дверьми, мы уже знаем. Оп-оп-оп-оп-оп. А то что так? Они открылись? Подождите. Почему-то рычаг активный остался. Так, здесь открылось, а с другой стороны... Тоже открылось. А с другой стороны тоже открылось. Ну, ладно. Давайте на этом закончим. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.